Всем привет, вы на канале Биг Ньюз. Какая команда профессионалов трудится над созданием произведений для Димаша Кудебергена? Почему в его репертуаре огромное количество кавер-версий чужих композиций? И написал ли Димаш самостоятельно полностью хоть одну песню за все время своей карьеры? Об этом более подробно в этом видео, а перед началом лайк поставили и погнали! Не так давно я наткнулся на интервью с известной поэтессой Лилией Виноградовой, которая является автором текстов ко многим песням талантливого казахстанца Димаша Кудебергена. Ссылку оставлю в описании, кому будет интересно, прочитайте. В интервью она поведала, как работается с такими профессионалами, как Димаш и Игорь Крутой, а также рассказала, почему ей так нравятся песни молодого казахстанца. В ответ на вопрос, как и когда она узнала о молодом исполнителе и его вокальных возможностях, Лилия Игоревна рассказала, что к тому моменту, когда Игорь Крутой первый раз сообщил, что его новую песню будет исполнять Димаш, она уже слышала о нем как о феномене и видела его выступление в Ютюбе. Цитата. «Хочется сразу обозначить свое отношение к Димашу как к артисту, объяснить, как я понимаю, масштаб его одаренности. Представьте себе алмаз, который рождается в недрах, веками создаваемой природой некий организм. И вот он появляется на свет Божий, и люди имеют возможность на него смотреть, с ним соприкасаться и получать от этого удовольствие», — сказала российская поэтесса. Кроме того, Виноградова рассказала, что сама является музыкантом, и когда пишет стихи на музыку, само произведение ей должно очень нравиться. Этим необходимо проникнуться, чтобы стихи получились соответствующими. Поэтому она уже долгое время сотрудничает с Игорем Крутым, а теперь и с Димашем Кудейдергеном. Если посмотреть дискографию Димаша, то можно обратить внимание, что, как правило, на своих концертах он исполняет чужие песни. В музыкальной среде их называют каверы, либо те, что написаны специально для него другими авторами. Безусловно, он принимает прямое участие в создании музыки, но самостоятельно от нуля и до конца ни одной песни не написал. Однако композицию «Боевый Змей, будь со мной», которую представил Димаш на онлайн-концерте, пока в расчет принимать не будем. Думаю, про нее можно будет рассказать после 31 января. Если рассматривать самые известные песни, благодаря которым Димаш заработал себе мировую славу, то они все числятся за другими авторами. К примеру, первая песня, которую он исполнил на китайском шоу талантов, называется «SOS D'Enterion in the Tres». Автором текста к ней является франко-канадский поэт Люк Пламондо, а композитор – француз Мишель Берже. Композиция была написана в 1979 году для рок-оперы «Стартмания». Другая незабываемая песня опера номер два, с которой талантливый казахстанец покорил практически весь Китай, написана российским певцом Витасом и поэтом Бровским. В свое время исполнение этой песни Димашем вызвало немало ожесточенных споров, так как продюсер Витаса требовал, чтобы Димаш прекратил ее исполнять. Еще одним примером может служить произведение «Утжемстрон», который певец впервые исполнил в Китае, и с тех пор оно плотно вошло в концертную программу артиста. Музыку к этой песне написал японский композитор Коджи Тамаки, а ее проникновенные слова принадлежат японскому поэту и композитору Горо Матцуй. Она неоднократно исполнялась множеством талантливейших певцов Азии, но именно исполнение Димаша придало ей новую жизнь. Кроме перечисленных примеров, существует еще множество перепевок и каверов, которые Кудайберген исполняет на своих концертах. Например, песню группы Queen «Show Must Go On», хит почившего Майкла Джексона «Билли Джин» и даже знаменитая «Дажа» – музыкальное произведение, написанное в 1958 году итальянским композитором Ремо Джазотто. В нынешнее время эту песню исполняет французская певица Лара Фабиан, чьи песни Димаш тоже нередко исполняет. После того, как Димаш начал сотрудничество с российским продюсером Игорем Крутым, а вместе с этими покорения российской музыкальной сцены, в его репертуаре прибавилось большое количество песен, написанных известным маэстром. Сейчас не проходит ни одного концерта, где Димаш не исполнил бы песни «Любовь у вставших лебедей», «Мадемуазель Хайт», «Любовь, похожая на сон» и недавно вышедшая композиция «Я скучаю по тебе». Все эти произведения числятся за авторством российского маэстро. Это лишь короткий перечень композиций, которые Игорь Яковлевич отдал на растерзание талантливому казахстанцу. Кроме того, в написании песен ему помогает уже упомянутая ранее французская исполнительница Лара Фабиан, которая теперь занимается написанием текстов для песен Димаша Кудебергена. К примеру, 9 марта 2020 года на сцене Государственного Кремлевского дворца в Москве состоялась премьера песни «Your Love», авторами которой оказались Игорь Крутой и Лара Фабиан. В годы раннего творчества Димаш сам писал музыку на стихи прославленных на родине поэтов. Из особо ярких можно выделить такие композиции, как «Умутул Маскун» произведение на слова Олжаса Байсенгира, которое тоже является неотъемлемой частью репертуара Димаша. Также можно выделить «Вакунуш» красивая песня о любви, написанная Кудебергеном на слова Жана Ураза. Или композицию под названием «Сэссолэ», которая написана совместно с поэтом Орланом Кэнбаевым. И само собой, Димаш не обошел стороной своего отца, Каната Аэтбаева, который является заслуженным деятелем Республики Казахстан и талантливым музыкантом. Популярная в раннем творчестве песня «Кур Кимим» написана под впечатлением от стихов Каната Аэтбаева. Ну что ж, как-то так. Главное, что Димаш поет все эти песни уникально и делает из каждой шедевр. Не проводите времени зря и всем пока-пока.